О необходимости внесения изменений в Трудовой кодекс Белорусские профсоюзы говорили давно. Тем более, что для этого было несколько причин. И законодательство изменилось, и опыт отстаивания интересов работников в судах накопился немалый. К работе привлекли регионы. Необходимо было учесть опыт всех областей. Естественно, конечно, была проработка по областям. Были высланы запросы. Мы давали свои предложения, в том числе от Гомельской области. Как мы видим, в связи с наработанной судебной практикой нашего участия в судах при защите прав трудящихся, как мы видим и какие мы видим изменения, которые позволили нам в полной мере защищать права. В том числе и в суде. Ну и в судебном порядке также. Все предложения были приняты в Минске, все были обсуждены и вынесены в рабочую группу. Положение, которое обсуждается, пожалуй, наиболее активно, так называемый временный перевод. Наниматель по-прежнему имеет право перевести работника на другую работу, в том числе в другую местность и к другому нанимателю. Но теперь этот процесс детально регламентируется. К тому же, происходить такой временный перевод может только с согласия самого работника. Временный перевод работника к другому нанимателю возможен в случае наличия согласия работника на срок до 6 месяцев в течение календарного года, а также в случае производственной необходимости, это статья 33 Трудового кодекса, без согласия работника на срок до 1 месяца, на больший срок согласия работника. И также в случае простоя. Новый трудовой кодекс также конкретизирует понятие простоя, то есть это временное отсутствие работы. Заработная плата будет по выполняемой работе, но не ниже того заработка, который имел работник до перевода. Вопрос, о котором Федерации профсоюзов говорили несколько лет. Контрактная форма найма. Контракты остаются. Однако теперь добросовестные работники могут рассчитывать, что им не придется ожидать решения администрации каждый год. Если у работника не было дисциплинарных взысканий, значит, наниматель обязан в соответствии с изменениями продлить контракт работнику на наибольший возможный срок. Право работника принять эти предложения на эти сроки. Вы вправе отказаться, это ваше право. Еще одно нововведение касается штрафных санкций. Проведенный мониторинг свидетельствует, зачастую наниматель заставляет выплачивать штраф, наложенный на предприятие конкретного работника, в качестве примера ошибки при учете товарно-материальных ценностей. Вред, нанесенный предприятию, специалисту придется компенсировать. Однако штраф, наложенный контролирующими органами, все-таки не его проблема. Новый трудовой кодекс предусматривает, что с работника, нанимателю, будет невозможно взыскать те штрафы, которые наложены на юридическое лицо контрольными и надзорными органами. Обусловлено это изменение прежде всего тем, что размер ответственности для физических лиц и для юридических лиц индивидуальных предпринимателей, он существенно различается. И, соответственно, штрафы, которые налагаются за определенные правонарушения, совершенные юридическим лицом, сумма значительно выше. И зачастую данная сумма непосильна для выплаты работнику. Закон о внесении изменений в трудовой кодекс – документ объемный, и без помощи специалистов разобраться в некоторых нормах непросто. Консультацию о нововведениях можно получить у правовых профсоюзных инспекторов. В интернете много комментариев по этому поводу. И насколько они комментируют именно правильно, здесь я не могу за них отвечать, правильно, неправильно. Дело в том, что любой изменений, которые Федерация профсоюзов вносила на рассмотрение рабочей группы, оно лишь только в поддержку прав трудящихся, которые мы имеем сейчас с вами в связи с принятием этого законопроекта, вернее, уже закона, подписанного президентом. Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Валерий Капанько. Новости недели.